всем привет всем всем привет уважаемый гость гости и подписчики моего канала время 4 часа у нас нахожусь я на рабочем месте проснулась и знаете вот просто не могла записать и не записать этот ролик у меня как бы случайно ютубе сейчас лазила и вылезла не просто вопрос у меня просто вопросы ничего личного вы извините пожалуйста надо у кого-то спросить немножко вопрос такой знаете возник немножко я этот как бы удивилась извините меня за внешний вид лицо еще не раскачалась ничего страшного приняла душ сейчас и думаю надо спросить народ люди увидела сейчас я случайно блогера что-то вот листала листала смотрела да у меня короче вот так сложилось что этот пришлось проснуться так рано такой ранний час и наткнулась я на блогера написал на бумажке чтобы не забыть великая натуре советова великая натуре советова и ролик у нее называется и на судакова купила квартиру в турции наша а паша извини извиняюсь ну ты не красавец не надо плевать в колодец но я посмотрела короче этот ролик до что-то какая-то женщина очень смешная мне показалось я просто вот ее вообще не смотрела никогда поэтому я не могу ничего сказать я вот буквально просто один ролик посмотрела и вот и мне что странно показалось да я так пристал пристал ее канал не смотрел остальные ролики вопрос такой может кто знает 119 тысяч подписчиков у нее до а просмотров у нее очень мало на роликах но где-то пятьсот восемьдесят пять где-то 700 что-то я не догоняю пятьсот восемьдесят там но им есть там ролики где 1100 просмотров но это очень мало роликов в основном у нее везде меньше тысячи даже меньше восемьсот просмотров мне такой вопрос почему если 119 тысяч подписчиков почему так много мало просмотров может никто нибудь из вас объяснит ну вот это значит она как бы накрутила подписчиков получается но это моим как бы мысли наверное я не знаю хотела бы спросить да по поводу канала хотела бы поговорить еще тоже судьба человека ведет канал вадим смотрю я его тоже совершенно практически недавно вот и тоже странный какой-то канал он только вот говорит и помогает алкоголикам вы понимаете 23 тысячи подписчиков дело не зависти вы сейчас будете кричать в один голос завидую нет дело это вообще не зависти зависти вообще никакой нет как бы это рассуждение вслух как бы знаете вот введет он вот про диму показывает просто хочу вот рассказать поговорить сказать о чем как бы у меня что за солянка в голове ведет он про одного алкоголя хочу рассказать немножко да историю тоже своей жизни тут все вместе ведет он канал как бы про диму а ведет он канал вообще про диму последние у него ролики про хронического алкоголика который заболел с этим циррозом и цистит у него жидкость в животе вот в комментариях все пишут да он как будто бы тоже жалеет диму диме там 30 с лишним с чем-то лет вот дима алкоголик да он сам спился вот что хочу сказать просто тоже как бы свои мысли на за солянку сейчас записываю солянку так оно и есть ну такая солянка в голове как сложилось так и вот как бы озвучиваю да алкоголик короче хронический и пишет и записывает этого диму записывать я смотрела как-то одно одно время его месяца два тому назад я его сейчас не смотрю вот я его посмотрела несколько роликов все что-то дима дима да и читала комментарии все жалеет этого алкаша все как жалко диму недавно у дима открылась кровотечение изо рта показал он унитаз в крови да записал этот вадим в доказательства всем да и вот все пишут а я не знаю вот а зачем же вот мои мысли да вот зачем жалеть алкашей алкаш он и в африке алкаш алкоголизм это дно дима сам как бы спился до этого я тоже хочу высказать свою точку зрения сам спился сам себя в это днище загнал и почему строго то народ чего-то вам делать больше нечего да как жалеть алкоголиков и только и судачат и пишут и набрал за счет алкашу алкашей тоже подписчиков больше жалеть некого есть больные дети да есть как бы больные но люди да у которых есть болевания серьезные как бы не по причине алкоголизма а показывает этого диму до который просто днище вы понимаете ничего он сам спился вот я почему это говорю да вот у меня встретила вчера чисто случайно с утра своего мужа это как бы третий муж у меня у меня вообще в заку ну шесть браков законных моей жизни было и третьим уже то от начала моего брака от первого брака да и она с мамой поехали в лес с утра она очень хотела в лес в лесу мы ничего не нашли и мы как бы три лисички где-то нашли и приехали и на остановке он тоже поехал в лес а вот знаете встретил своего мужа замужем я была лет с ним господи сколько лет прошло лет 17 тому назад вот знаете алкаш просто конченный алкаш тоже днище ноги у него как ходули ходит вот превратился вот был нормальный как бы он мужик такой знаете ну как я не скажу что красавец ну красавец он был симпатичный нормальный человек как мужчина он мог делать все от а до я просто все вот в жизни такого не было чтобы он что-то не мог я с ним прожила три года два года я с ним прожила как бы гражданским браке годом прожили гражданском браке да но дело не в этом да почему я с ним разошлась потому что он спился он после двух лет совместной нашей жизни когда мы с ним расписались стал бухать и вообще где-то пропадать бухать ходить да мне это все порядком надоело мне очень сложно было от него уйти он мне грозил убийством я все равно от него ушла но это это другая история несуть это все важно я просто знаю да моя жизнь столкнула как бы с алкоголиком да я знаю что это кто такой алкоголик да это человек неисправимый это человек неизлечимый у меня очень умер три года тому назад от алкоголизма просто спился и что только с не делали его кодировали пять раз я его возила четыре года тому назад в этот наркологии ложила на 21 день да и что только с этим человеком не делали он был на 18 лет моложе моей мамы ему было 48 лет когда он умер он просто умер от алкоголизма пошел в туалет и там кряхнул короче говоря понимаете с похмелья а кто виноват вот кто никто в рот алкоголику не заливает никто тебе вот не дает воронку в рота и прям чтобы тебе заливали солнце так светит по в рот и прям пепе и вот этот дима он спился он просто спился да и вот он заболел циррус я говорю тоже своего мужа да вот бывшему позавчера я говорю сереж ну это почему ты не бросишь пить ты же нормальный мужик был все такое да а знаете они не любят это говорить обсуждать а давно тебя стал мне рассказывать что у него у него сестра родная умерла от цирроза не помню сколько лет но несколько лет тому назад родная сестра умерла от цирроза у сестра остался муж на двое детей от их него брака девочкам 15 16 лет и от первого брака сын который постоянно сидит теперь в тюрьме как с малолетства села и так отсидел потом опять сейчас сейчас он вчера рассказал мне опять ему дали 7 лет короче говоря там за угрозу в убийстве кому-то да девчонки я их не видела этих девчонок как бы давно да вот этих маленьких они уже оказывается выросли а у мужа отнялись ноги тоже от пьянки у мужа отнялись ноги он лежачий уже лежит три года не инсульт а просто отнялись ноги потому что эти люди очень много пьют я не понимаю для чего жалеть народ для чего жалеть алкашей почему вот все вот я смотрю прям вот сел пишу да этому вадиму в комментариях почему это я все говорю рассуждаю да все просто суть да ой как жалко вадима помогают деньгами вы понимаете этому диме да чтобы там ему купить покушать и все такое молодой ему чуть-чуть за 30 лет нигде не работает какую-то получает пенсию я так и не поняла правда суть какую там получает пенсию инвалидности у него там за инвалидность почему он получает пенсию тоже не давалось подробности вот заболел циррозом ну конечно же что теперь у нас в россии не лечится этот цирроз это не как бы не европа да еще же вот так надулся никто ему выкачивать ничего не будет там и никто ему трубки там не будет у нас в россии ставить умирают все от цирроза да есть цирроз не от алкоголизма если вы кто-то напишите правильно есть цирроз не от алкоголизма у меня в жизни много как бы столкнулись случаев да и рассказывали мне там вот женщина умерла цирроза она не пила не курил есть да да но большинство случаев это циррозники это алкоголики вот и все прямо знаете в один голос прям ой как его жалко и мне вообще вот честно сказать мое мнение мне вообще алкошение жалко вообще просто не жалко это мерзкое мерзкое днище человек сам себя сгубил ему не интересно жить я вот у своего чему спрашиваю ну зачем ты лишь пьешь ну зачем ты пьешь да вот как-то последний раз там пред смертью за год я его спросила а он говорит а я не вижу смысла в жизни человеку было на тот момент 47 лет он не видит смысла жизни он хочет бухать он хочет умереть ну ради бога бухаю мир а я что делать теперь если человеку говоришь да человеком работаешь как бы дай психологически и все да чё не устраивает живи и радуйся да да не не всегда бывает жизни легко да бывает и черная полоса и белая полоса да ну как бы ты рожден да на планету земля и нужно для этого жить да стараться выкарабкиваться как бы да из тяжелых ситуаций и жить стараться но не спиваться и чтобы тебя жалели понимаете вот это и этот вадим он постоянно снимает этого диму я я написал еще в комментариях год ой года ты говоришь господи извиняюсь еще башка ты не соображает с фасони месяца два там назад я гордима тебе в комментариях ой вадим тебе больше снимать нечего вот тебе больше снимать нечего как вот не откроешь за ролик с этим с димой он только на него направляет камеру тут лежит весь больной то бегает где-то опять бухает тут его ищет вот и как я не знаю тут как сорванец а этот за ним мне никто ничего не ответил на это понимаете и набрал подписчиков из из каких-то алкоголиков вот это меня поражает просто народ вообще вот вы в своем уме вы кого смотрите то что там полезного можно посмотреть что там алкаш кончены днище пьет да и губе свою печень вот это я хотела высказать так солнце прям как в зените прям светит мне аз балкона ну короче что думала то и высказала пишите комментарии хотелось бы вас прочитать я стараюсь прочитывать все комментарии да бывает youtube я не понимаю почему это делает youtube да бывает что этот как бы не пропускает даже хороший комментарий плохие бывать пропускает да какие-то хамны а хорошие бывает удаляет вот как то так пишите комментарии я почитаю может быть кто-то знает вот эту наташу как ее такая тоже женщина такая смешная какая-то да я просто один ролик просмотрела вот я говорю ролик называется к чему тут это и на ту и накупила в квартиру в турции к чему она свой ролик назвала так ела селедку с картошкой вообще разговор только какой-то был паши как будто она вот сидит смотрит в телефоны только с пашей разговаривает а причем из какой-то паша суть короче ролика я вообще не поняла почему это все записано вот всем спасибо за просмотр ролика всем хорошего дня всем крепкого здоровья берегите себя своих близких всем пока